А вот в Булгарии все стабильно. Как идет строительство объекта, сегодня в очередной раз проинспектировал госсоветник Ментимир Шаймиев. Там объявили дату открытия памятного знака принятия ислама. Событие состоится 21 мая. Какие еще двери распахнутся в этот день, знает Валерий Чернышев. Уникальных следов булгарской цивилизации уже летом на прежнем месте не будет. Артефакты перевезут здание речного вокзала. Именно в этом комплексе будут начинаться экскурсии и знакомства с легендами и памятниками древнего города. Основные строительные работы здесь завершены. Впору начинать отделку, но право выбора материала за автором идеи. Мы договорились, медь. И ты не возражаешь. В 1123 годовщину принятия ислама помимо дома лекаря и музея хлеба откроется и памятный знак. Весной рядом с самым большим печатным Кораном в мире появятся и копии свитков, рассказывающие о путешествии Ибн Фадлана. Определились сегодня и с местом расположения тематического панно. Мозаику выложат на нижнем ярусе. Она как обрещенная немного. То есть, по духу взгляда? Нет, взгляда. То, что она не должна смотреть на мужчин, это понятно. Немного. Как обрещенная немного. Ходом строительства мечети Булгар Ментимер Шаймеев остался доволен. Копия знаменитого храма в Медине откроется в мае. Но на этом работы не завершатся. За территорией Булгарского заповедника сейчас в прямом смысле наблюдают даже из космоса. Снимки с такой высоты в сопоставлении с материалами 18 и 19 века позволят археологам обнаружить сооружение, доселе скрытый под огромным слоем земли. Ведь уже весной специалисты вновь приступят к раскопкам, в том числе и там, где они никогда не проводились. Ученые федерального университета пообещали еще и тщательно просканировать заповедник, чтобы не пропустить ни одного кирпичика. Нам даже обещают изображение как бы трехмерное. Постараемся дать что-то. Если это оправдается, я думаю, что оправдается. Значит, мы начнем точечные и более точные археологические расходки. Мы уже сегодня знаем, где-то, значит, мы можем открыть еще где-то минимум 5-6 моделей. Также госсоветник рассказал, что в феврале республика подаст документы в ЮНЕСКО. Правда, получат ли болгары связь к защиту международной организации, станет известно лишь в следующем году. Валерий Чернышев, Адель Миндубаев, Вести Торстан, Болгар.